В Пекине открылся 18-й музыкальный фестиваль. Старт мероприятию дали известные исполнители классической музыки. Они выступили в концертном зале столичного парка Джуншань. На концерте побывала и наша съемочная группа. 18-й музыкальный фестиваль в Пекине открыл китайский филармонический оркестр. Он исполнил композицию посвящения пекинской опере. Руководил выступлением известный китайский дирижер Юй Лун. В 1998-м именно он предложил провести в столице первый праздник классической музыки. Для чего Юй Лун напомнил на встрече с журналистами незадолго до открытого фестиваля. Классическая музыка в Китае сталкивается с многими трудностями. Это по-прежнему искусство для меньшинства, но сделать его популярнее можно. Уверен, что наши усилия в этом помогают. И главное, дальше держаться взятого курса. Фестиваль музыкальной классики в Пекине носит международный статус. Ежегодно сюда приезжают участники из-за рубежа. В этом году среди них музыкант мирового уровня Миша Майский. Известный биолончелист во время обучавшийся у Ростроповича и Пятигорского представил вариации на тему китайской народной песни. Для Майского это далеко не первое знакомство с музыкальным наследием Китая. За его плечами десятки поездок, выступлений и несколько лет преподавания в стране. Я вижу огромные успехи в развитии классической музыки в Китае. Я отмечаю это каждый раз, когда возвращаюсь сюда. Перемены во всем. Очень много перспективных музыкантов, концертных залов стало больше, и все они отвечают самым высоким требованиям. Для меня большая честь быть причастным к этому. Еще один специальный гость фестиваля – южнокорейская скрипачка Чон Кён Хва. Лауреат многих международных музыкальных премий подарила слушателям виртуозное исполнение концерта «Бруха для скрипки» с оркестром «Соль минор». На пресс-конференции незадолго до выхода на сцену говорила о музыке в целом. И ее особая роль в ее жизни. Помню, я записывалась через некоторое время после того, как родила второго ребенка. Напряжение было колоссальное, такое, что просто рвало на голове волосы. Мой муж сравнивает это с рождением детей. Но я с ним не согласна. Дать жизнь человеку – абсолютное счастье. А исполнение какой-либо композиции всегда сопряжено со страданием от невозможности достигнуть совершенства, но постоянного стремления к нему. Майские и Чон – далеко не все знаменитости в мире музыки, которые участвуют в нынешнем фестивале. Их выступления можно будет увидеть на лучших сценических площадках столицы до 24 октября.